Застройщик обманул. Фисташки на участке, планируемом под застройку, тремя 11-этажными домами на античном проспекте огорожено забором. Но видеонаблюдение по периметру не установлено. Меньше месяца назад сделать это обещал журналистам представитель фирмы специализированный застройщик Декор Илья Никифоров. Однако реализовать эту идею едва ли возможно. На территории нет электричества, а по ночам участок освещается при помощи генераторов. В среду 16 октября на объект приехала комиссия правительства Севастополя. Вице-губернатор Владимир Базаров, представитель Севприроднадзора, дендролог и геодезист, которые намеревались осмотреть фисташковую рощу, еще раз сосчитать деревья и удостовериться в их сохранности. Убедились, строительные работы на участке пока не ведутся. Интервью журналистам заместитель губернатора дал на фоне фисташкового дерева. На территории данного участка находится 450 фисташек. Это количество выверено и цифры, которые приводит Севприроднадзор и цифры, которые приводят общественники, они совпадают. В данном случае они все с координатами. Спасибо общественникам, что они нанесли координаты каждого дерева. По словам Владимира Базарова, обследование деревьев инициативная группа севастопольских общественников и ученых сделала еще до выдачи разрешения на строительство. Представителя застройщика в день визита правительственной комиссии на объекте не было. По словам Владимира Базарова, он сообщил, что находится на приеме в госструктурах. Напомним, 17 октября арбитражный суд рассмотрит иск одного правительственного департамента к другому. Севприроднадзор выступил против разрешения на строительство на этом участке, которое ранее выдал департамент архитектуры и градостроительства. 16 октября сотрудники охранного предприятия не сразу впустили правительственную комиссию и журналистов на объект. Представителям общественных организаций, которые выступают в защиту фисташковой рощи, пройти на участок не позволили. Пришли общественники, на территорию не пустили, никто ни с кем это не оговорил. Или оговорил так, что нас туда не пустили, чтобы мы на месте показали проблемы, которые там есть. Пока фисташки на этом участке защищают только краснокнижный статус. А за спил одного дерева, согласно российским законам, грозит штраф от 75 тысяч рублей. Однако штрафы могут не остановить коммерсанта. Чтобы сохранить рощу на этом участке, необходимо сделать ее особо охраняемой природной территорией. Для этого проведут комплексное экологическое обследование. Мы создадим рабочую группу, закажем вот эту работу, которая называется комплексное обследование предполагаемой охраняемой территории. Ну и после этого по итогам этой работы будем говорить о целесообразности или нецелесообразности создания особо охраняемой природной территории. И если целесообразно, то на какой территории. В целесообразности сохранения реликтовых деревьев убеждены местные жители, которые наблюдают, как на соседних участках, выделенных под индивидуальное строительство, нещадно выкорчевывают деревья. Именно это произошло 15 октября. Вчера в промежутке времени с 11 утра до 15 часов дня была уничтожена фисташка. Возраст там ориентировочно до 400 лет. Огромная, шаровидная на участке под строительство ИЖС. Решить проблему с индивидуальными застройщиками можно, если правительство города вовремя проинформирует людей о том, что на их участке произрастает охраняемое ценное дерево, считает Григорий Донец. Каждому собственнику, который имеет здесь земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, давно можно вручить соответствующее предупреждение о недопустимости каких-либо действий с краснокнижными деревьями и конкретно описать ответственность. Продолжение следует...